В Анапе подвели итоги выборов. В минувшие субботу и воскресенье на курорте проходили дополнительные выборы на городском одномандатном округе номер 4. Свою гражданскую позицию анапчане проявляли на трех избирательных участках. По итогам голосования победу одержал Вячеслав Вовк, который набрал свыше 94%. За Александра Дахно и Евгения Мамаева проголосовали менее 5% избирателей. Тренды, проблемы и перспективы развития отечественного девелопмента стали основными темами шестого по счету яхт-саммита в Анапе. Состояние строительной отрасли сегодня определяет качество жизни граждан и экономики страны. Как адаптироваться к переменам в девелопменте в эпоху трансформации – вопрос важный, в частности для курортов, где своя уникальная специфика. За четыре года мы провели огромную масштабную работу по упорядочению нашей градостроительной документации при поддержке, конечно же, поручению губернатора государственного края. Все знают, что у нас был принят новый генеральный план города, который сейчас нам дает именно тот ректор, то стратегическое направление нашего курорта. И согласно теперь этому основному градостроительному документу вся многоквартирная жилищная строительство, вся застройка будет вестись у нас исключительно в рамках комплексной застройки. Принципиальная позиция нашего главы города Василисана Швердина при заключении договора комплексного развития территории в первую очередь на этой территории будет строиться соцобъекты. К этому дню в Анапе заключено пять договоров комплексного развития территорий. Еще пять соглашений планируется подписать в этом году, большая часть из которых будет располагаться в сельских округах. В результате обсуждений в формате открытого диалога были сформированы ряд идей и предложений в сфере градостроительной политики. Каждая из них будет рассмотрена на региональном и федеральном уровнях. Никита Васюхин, Дмитрий Гладушевский, Анапа-регион. Появление Ирины Шевчук вместе с внучкой под бурные аплодисменты в городском театре Анапы – символ старта киношока. Фестиваль, ставший визитной карточкой бархатного сезона, в этом году проводится в 33-й раз. От лица имени главного города я хочу сказать вам спасибо за то, что вы привозите праздники в наш город. Плюс каждый год это новые фильмы, вы знакомите нас и жителей курорта Анапы и наших всех гостей. Вы вообще привозите творческое сообщество уникальное в наш город. Я хочу пожелать, наверное, на эту неделю дорогому жюри, чтобы у вас было время не только работать, но и отдыхать. Целая неделя классная у нас впереди. Всех вам. По традиции программа фестиваля будет наполнена показами полнометражных и короткометражных фильмов, телевизионных проектов «ТВ-шок», а также картин для детей «Киномалышок». Оценивать работы предстоит специальной коллегии жюри. Победителю фестиваля достанется главная награда – «Золотая лоза». Все показы мы делаем для вас бесплатно. Мы не собираем и зарабатываем денег. Мы отдаем вам сердце и своему имени. Отдельно заслуженная артистка России и почетный гражданин Анапы Ирина Шевчук выразила благодарность руководству города и региона за гостеприимство, а также вручила подарок Краснодарскому краю – приз «Госпожа удача». Этот приз достойно должен попасть в Краснодарский край, потому что Краснодарский край поддерживает кинематографистов. Здесь создана кинокомиссия, которая помогает кинематографистам снимать. Здесь огромное количество площадок. И здесь вообще открывают сердца сразу. Продлится киношок до 13 сентября. Показы работ пройдут в городском театре и кинотеатре «Монитор». Расписание размещено на официальном сайте киношок.рф. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В минувшие выходные в Центре пляжных видов спорта «Олимп» прошел турнир по пляжному футболу на призы депутатов ЗСК. «Традицией стало проведение таких мероприятий, спортивных турниров на новом пляжном стадионе. И в рамках фестиваля, который мы с коллегой, так сказать, организовали для нашей спортивной молодежи, сегодня это не исключение. Приятно видеть, что пляжные виды спорта, а в частности футбол, развиваются на территории нашего города. Хочу пожелать вам, чтобы вы стремились к победе, чтобы ваше желание было впереди, упорство, слушайте своего тренера и сегодня пусть победит у вас сильнейший». Для спортсменов это дополнительная возможность проявить себя и подготовиться к региональным и общероссийским состязаниям. Но главная цель фестиваля – привлечь к спорту и здоровому образу жизни как можно больше юных анапчан. «Игра в команде «Олимп» на позиции нападающего. «Сложнее, конечно, в пляжном футболу играть, потому что здесь песок и сложно бегать. И эти отскоки всякие от мячей, ну и так далее. Настрой сегодня серьезный, чтобы забрать этот кубок большой, очень прекрасный, и чтобы клуб у нас радовался». Инициаторами масштабного спортивного фестиваля стали депутаты ЗСК Алексей Аксенов и Николай Мерарь. Было подписано соответствующее соглашение вице-мэром Анапы Валерием Плотниковым, депутатами Заксобрания Кубани и руководителями семи спортивных федераций Анапы. Серию состязаний открыл посвященный Дню России турнир по флорболу, дав хороший старт и передав эстафету пляжному футболу. «Сегодня мы видим, что пляжные виды спорта развиваются динамично, это радует молодежи, молодежи нравится этот вид спорта. А мы для того, чтобы максимально была мотивация и стимул заниматься, развиваться, и видим улыбки на лицах нашего подрастающего поколения, что спорт объединяет, все занимаются спортом, это хорошо». Анна Станкевич, Михаил Попов, Анапа. Регион. В минувшие выходные в Центре пляжных видов спорта «Олимп» прошел волейбольный турнир «Семья команда». «Мы решили, что нужно организовать такой турнир, где могут прийти семьи и побыть одной командой, на поле как-то себя проявить, то есть где они смогут поконкурировать, но самая большая победа – это то, что они уже одной семьей вышли на поле. Выйти на поле со своим любимым человеком, получить заряд позитива, энергии, поддержать друг друга – это очень дорогого стоит. Поэтому этот турнир больше рассчитан не на то, чтобы победа быстрее вышла, сильнее, а чтобы почувствовать семейную энергетику на поле со своим любимым». На поле соревновались 10 команд по два человека в каждой. Возможные парные формирования – муж и жена, мать и сын, отец и дочь или брат и сестра. «Мы активно принимаем участие в разных соревнованиях по пляжному волейболу, и так как я еще до конца не вышла из декрета, мне сложновато соревноваться с профессионалами, либо с любителями, которые уже много лет играют. И, возможно, я почему-то сейчас пришла к выводу, что мы не обсуждали это с мужем, что эта идея пришла ему из-за меня, организовать этот семейный турнир, потому что действительно сложно. Плюс мы всегда на турнирах с детьми, потому что у нас бабушки и дедушки работают, то есть это тоже откладывают определенный отпечаток на турниры». В турнир допускались участники, начиная с 16 лет. Младшим досталась роль болельщиков. «Все семьи рядом и по очереди замечали друг друга то на волейбольном поле, то в детской зоне, присматривая за самыми маленькими фанатами пляжного турнира». «Очень семейно, очень уютно. То есть в основном всех мы знаем семейных и очень приятно видеть на поле. В основном идет команда, один спортсмен, либо муж, либо жена, а второй человек, ну просто как член семьи. И очень здорово видеть спортсменов, которых мы видим постоянно, которые пришли со своими женами, со своими детьми». Здорово провести выходной с пользой для здоровья и со всей семьей. Хоть данный турнир не профессиональный, для любителей он дает возможность попробовать свои силы в занимательной игре в волейбол и при желании стать профи. «На данный момент я поняла то, что волейбол мне больше нравится, чем танцы, потому что я чувствую то, что это мое призвание. Это командная игра, там надо бегать, прыгать, атаковать». «Волейбол – это такая очень активная, жизнерадостная игра для любого возраста, потому что мы видим, что даже люди на пенсии в нее играют. У меня занимается, как я сказала, муж, также сын занимается профессионально волейболом. Но я сегодня первый раз играю, немножко я догоняю свою семью сегодня». «Я считаю, что таких турниров должно быть больше, они должны быть чаще, потому что члены семьи, которые были не задействованы ранее в этой игре, возможно, им не хватало времени или, может быть, уверенности в какой-то, а вот именно вот такие вот турниры дают посыл, и, возможно, вот этот неиграющий член семьи впоследствии будет играть очень даже неплохо». Семейный пляжный волейбол становится популярным. Подобный турнир – отличное начало для поддержания семейных отношений, хорошего самочувствия, настроения и стремления достигать большего. Участие в нем бесплатное. Для всех спортсменов предусмотрели призы и подарки. «Первый год пробуем, такой вот пилотный проект. В дальнейшем вообще планировали уже региональный делать турнир, потом и на всероссийский, если получится». Анна Станкевич, Михаил Попов, Анапа. Регион. Дружный парад параспортсменов в белых шляпах – историческое событие. Любители парадайвинга открывают юбилейный десятый по счету фестиваль «Черноморская осень». В строю те, кому подвластен подводный мир. Начало осени для них – время подводить итоги и строить планы на будущее. Анапа – это и клуб «Аклоглобус» – это первые на Черноморском побережье, в частности и в России, кто начал заниматься с людьми с ограниченными возможностями, а именно парадайвингом. Можем по праву себя называть, скажем, родителями, прародителями этого движения. Десять лет назад было сложно представить, что фестиваль будет собирать такое количество участников. Однако за годы стало ясно – погружение под воду интересно не только анапчанам. Ежегодно на курорт съезжаются из разных уголков страны. Например, в 2024-м в «Аклоглобус» впервые прибыла команда из Донецкой Народной Республики. Когда есть возможность что-то опробовать новое, нужно брать и делать. Ожидаю, в первую очередь, эмоций, каких-то новых ощущений, потому что это первое, что стоит попробовать. Тем более, когда есть возможность, почему бы нет. Парадайвинг – спорт, который не имеет полувозрастных ограничений. Инструкторы делают все, чтобы в клубе подводного плавания комфортно себя чувствовали все без исключения, в том числе дети. Для нас новый опыт в этом году. Мы выиграли грант губернатора в Кубани по работе с особенными ребятишками. В основном это связано с аутизмом. И вот даже было открытие не только для нас, но и для родителей, когда после погружения результаты ошеломляющие. Поэтому, я думаю, это пойдет не только у нас, но и уже пойдет в другие регионы. О результатах глубинотерапии наша съемочная группа решила напрямую узнать у юных парадайверов. Парадайвингом я занимаюсь около пяти лет. И почему он мне нравится? Во-первых, потому что можно найти много чего интересного под водой. И он очень хорошо развивает легкие. То есть можно подольше задерживать дыхание. И он разрабатывает мне и ноги, и руки, и спину. То есть в плавании работает все. Под водой это совсем другое. Это не передать словами. Это надо погрузиться и посмотреть. Традиционно черноморская осень продолжилась прогулкой на катерах в открытое море. Организаторы уверены, география и количество участников фестиваля с каждым годом будет расширяться все больше и больше. Никита Васюхин, Антон Чистяков, Анапаридио.